У нас с тобой фасад в Лирбии, который потом бандиты Александра Македонского, начальник его охраны, Селевк, Никатор Селевк Первый, захватил, ну не захватил, они разделили эту империю, друг с другом воевали его полководцы, и ему досталось вот это, в том числе это место, он переименовывает его в Селевкию, Селевки этих было без счета, как Александрий, как Антиохий. Вот опять шикарнейшие вкладки, видишь, где-то вот камень выбрать не успели, он не срезан, как, например, камни срезаны, вот смотри, как хорошо выбрали угол, великолепная вещь, причем, если ты посмотришь сбоку, то с внутренней стороны выравнивание гораздо лучше, ну то, что мы всегда встречаем с тобой в античности. Давай. Какая-то заливка, вот смесь. Да. Вот у нас песчаная смесь с этим, с цементом, ну не с цементом, с раствором будем брать. Ну да. Ну раствор, да. Сейчас булыжник, вот он классический, был огромный. Рядом с ним еще был булыжник. Здесь вот эта стена не вызывает, что это искусственное происхождение стены. Вот смотри, прекрасно их посрезали. Но проблема в том, что, Юра, если ты будешь вот такие мелкие камни, вот давай посмотрим, ты будешь вот такие мелкие камни, если ты их будешь выдалбливать, они у тебя все из раствора повываливаются. Здесь, конечно, есть некоторые утраты, но вот такой вот камень, который внутри даже, раствор туда не попал, пустой. Он должен был выпасть, а он у тебя срезан и остался. И таких срезанных камней... Ну не идеально срезан, я не вижу идеально срезан, но камень не вывалил. Мы должны давать погрешность на эрозию, ну посмотри, какая великолепная форма. Камень тоже должен был при таком усилии, в принципе, он должен был вывалить. Давно. Тем более, что он был большой, он объемный был камень. И он должен был при обработке, у нас-то не удержался. И посмотри, на нем, у нас там почему все-таки эрозия сильная? Здесь обработка сохранилась гораздо лучше, видны все линии, несмотря на то, что он вот на этой ветреной, эта сторона очень ветреная. И она, конечно, сильно портит. Но он другой плотности, поэтому сохранился лучше. Проблема в том, что он должен был выпасть при обработке. Как, например, вот этот камень срезая его таким образом, он до сих пор создает впечатление, что он гладенький. Это мрамор. Он должен был вывалиться у нас. А он не вывалился. Мы с тобой зашичем через человеческий. Да, вот это рост как раз под человека. А рядышком, если зайти, тот рост будет, наверное, под настоящих хозяев этих удивительных мест. У нас начинается колонна, да? То есть галерея из колонн. Каждая колонна по той же схеме состоит, как и многие. Она собрана из барабанов. То есть отдельных сегментов. Вот примерно с мой рост. Около двух метров получается. Ну, чуть меньше. В нем такие же юрвкрапления, как и везде. Их сложности у них не появлялось. Обрабатывать подобные камни в любом месте, где бы они не попадались. Вот хоть они на углу, хоть они вот здесь выбраны в срезе, где закреплялись блок ворот. Ну, срез не идеально. Но каким-то образом они его обработают. Да, мы погрешность даем на время определенную. Под нами заливка более другого порядка. То есть та фундаментная заливка, которую мы с тобой определяем. Но это фундамент. Фундамент был таким. Вон фундамент, посмотри, вот он здесь сохраняется именно в виде заливки. Достаточно грубый, может быть. Но если мы добавим сюда облицовку, мы с тобой имеем внутренние помещения, часто очень с грубой обработкой. А потом находим множество следов облицовки там. Великолепным отполированным мрамором. Как и здесь. Но Лирба это удивительное место. Эта стена очень сильно в эрозии. Другие стены нам повезет. Мы посмотрим в меньшей эрозии. Вызывает, конечно, вопрос декор. Потому что когда у тебя такие пятна. А это прям пятна. Они четко видны как пятнами. Вот эти большие блоки, камни, булыжники. Как мы их определили. Может они их красим. Вот если оно было покрашено. Да, ну вот посмотри, прошел инструмент. Вот давай бросить. Вот у нас инструмент наносит декор. Он благополучно выбирает вот в этих камушках лишь сегменты, необходимые для оформления декора. Но это не вот камни торчат. Видишь, большие? Да. У нас не так обработано. Инструмент их как бы не захватил. Видишь, как они выступают у нас нелогично. Как я тебе сказал, кое-где они вообще целиком оставлены. Здесь будет такой. То есть от плотности камня какой-то... Как бы был я императором, мне такую халтуру свояли. Ты бы не принял. Головы с плеч, разумеется. Как это? У меня камни торчат. Юр, мы опять придем, вероятнее всего, к незаконченности. Потому что к незаконченности объекта. Потому что мы увидим с тобой, такие камни оставляли, инструмент их брать не мог. Видимо, предполагалось, что уберет другой инструмент. Но другого инструмента уже не состоялось. Опять, хорошее основание фундамента, залитое. И даже цвет поменялся у породы. Видишь, какая-то краснота появляется с этой части. Здесь уже другой у нас. Не то, чтобы другой, но... Красноватый. Красноватый что-то добавилось. Все равно песочек. Вот он у нас. Не, ну крепкий. Крепкий, крепкий, крепкий. Вот посмотри, даже линию вот эту вот выравнивали. Она прошла у нас на секундочку, на один сантиметр вот к этому блоку, к следующему. А дальше вообще прошла просто по камням и оформила декор. Второй этаж. На самом деле не второй этаж, а окон. Окна. Что это за маленькие комнатушки были изначально? Опять придем к тому, что это высокие по размеру, но маленькие одновременно по площади. 4 метра на 4,5. Ну, прям кухня. Нормальная, хорошая, большая. Небольшая, да. Ну, спальня. Хорошо, не кухня, спальня. У некоторой кухни поменьше. У меня большая. Ну, да, да, конечно. Отдельная спальня для императора, разумеется. С высокими потолками, главное. Да. Потолки-то у нас 10 метров. Здесь мы с тобой увидим еще элемент штукатурки. Мы не знаем, он остался, с каких времен он остался. Цвет сохранился. Но логично, если... Вот здесь вот, видишь, сохранилась штукатурка. Вообще штукатурка достаточно поздняя. Посткатастрофная или послепотопная. Некоторые предприятия говорят межпотопная, потому что... Ну, от потопа к потопу, но это не от потопа к потопу. Катастрофы имели разную структуру. Трясло, разрушало, что-то взрывалось, заливало глиной и просто топило. Посмотри весь декор по выделенной пилястры. Ну, вот такой выступ небольшой. Вот он оформлен, он идет по всему нашему сооружению до самого верха. Высота здесь приличная. Я думаю, что под десяток метров-то мы наберем, да. Дальше идут ступени, вырезанные прямо здесь, в основании самого фундамента, как мы определили. Дальше они положены. Они приведут нас в малюсенькую комнату, пересобранную. Там ничего нет, мы можем с тобой подняться. Это кабинет императора? Ну, лишь бы не туалет императора. Судя по всему... Нет, мне неудобно представлять, что ты там в спальне подниматься, в туалет, он не успеет. Ты знаешь... А это кабинет. Я столько всего видел, я уже ничему не удивлюсь и представить могу многое. Вот смотри, рост твой, просто даже нагибаться приходится. Ровно 170, да? Ну, да. Ну, прям 2 сантиметра под тебя как раз оставили. А дальше, Юр, у нас пройдет на самом деле засып. Ну, а что это? Мы выходим в засыпанное помещение, полностью засыпанное. И проблема будет засыпа в Лирбе. Очень большая, потому что дальше пойдут уже византийские сооружения засыпанные, засыпанные на многие метры. У нас там обрыв. Прямо за этими деревьями идет обрыв. Гор нет. Мы на высоте опять. Мы опять на отдельно стоящей горе, у которой идет равнина внизу. Нижняя очень равнина. И ущелье даже. Мы с тобой поднимемся и это увидим. И сейчас просто мы пройдем. Что-то засыпало. Это уже перезаложенное сооружение. Это уже византийцами пересобранное. Потому что здесь у нас растворчик. Здесь у нас любой битый камень. Видишь, они в средневековье же мы тоже такой, по тому же принципу, найдем. Всякие слоистые породы, в которые засунут раствор и мелкие камни, как это сооружено здесь. И, видимо, помещение было все-таки больше, а потом его с той стороны, со стороны именно ущелья, откуда селью взяться неоткуда, откуда массе взяться неоткуда, его засыпало. Помещения все маленькие, но стены у них перезаложены, если посмотреть, вероятнее всего, опять позднее. Потому что они не создают впечатление оригинальности против фасада или против других построек, которые мы увидим. Кто-то эти огромные помещения делил на этажи, пробивая в них. Вот здесь не очень хорошо видно, но в соседних мы с тобой видели. Пробивая и укладывая в них уже так к тому времени деревянные лаги. И делил потом на вот такие комнатушки. Ступень тоже из всего собрана. Где-то плиты, где-то битый камень, где-то вот наши блоки. И вырезали их тоже в этом растворе. Самое... Сейчас уже... Сейчас дойдем, закончим фасад. И подойдем к самому интересному, о чем я и говорил. Порожек, да к порожек. Вот смотри, Юр. Вот даже вот такой вот простой фрагментик. Вот этот вот камень. По нему прошел, ну скажем так, инструмент. Выбор какая-то прошла. Вот этот кусок, мы же понимаем, при ручном сколе он должен был сразу отпасть. И уверенность, что ты выбираешь блок и не испортишь его, нет. А он у нас уцелело, сохранился. Такой же декор кое-где. Вот тут сейчас вот арочные конструкции уже нарисовались у нас. И такой же декор идет просто до ней. Вот я даже приближать не буду. Есть возможность подняться и посмотреть. Вот смотри, как хорошо. Да, скажем так грубо. Но изначально, если присмотреться, это просто эрозия. Хорошо прошел инструмент. Прошел инструмент. Да. Да. Или вон выше. Да, вот. Хорошо прошелся ряд. Мы легко сняли камень. Да. Он не вывалился. Не вывалился. Похоже на... Хотя на самом краю. Он тоже должен был вылететь, если бы мы ударной техникой пользовались. Не похоже. И аналогичный. То есть... Он не идеальный. Но мы не... Огромно. Оно стоит на поверхности. Много-много-много времени. Мы об идеальных поверхностях вообще не будем говорить при такой эрозии. То, что камни должны были повылетать, но не повылетали, говорит все-таки в пользу версии о инструменте, который сразу что-то убирал. А не медленно и долго. Не идеальная поверхность. Конечно. Ну, если сравнивать с Дидимом, но здесь материал иной. У нас, в принципе, весь материал. И, видимо, нажим на эту поверхность был все-таки меньше, Юра, чтобы не вывалить эти действительно камни. Потому что давление, например, на гранит будет иным. Ну, пойдем к самому интересному. Здесь уже другая технология. Да, абсолютно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова